Всем привет, дамы и господа, с вами Нила Моб. Мы сегодня поиграем в игру под названием The Long Dark. Наверняка вы знаете, ну я уже знаю точно, мне пришло письмо на почту, что вышла четвертая глава игры The Long Dark, и я хочу ее сегодня посмотреть, эту четвертую главу. Понятное дело, до конца мы ее не пройдем, потому что, ну именно в этом ролике, полчасика сейчас будет, первый обзор, первое впечатление. Испытание дополнительной настройки Winter Mode, новая может игра? О, эпизод четвертый, третий у меня пройдена, галочка, четвертый эпизод, во. Так, вот и читаем, вот и читаем. Маккензи поймала банда беглых заключенных, ему хватило храбрости сбежать из самого мрачного места на острове Великого Медведя, и теперь он должен каким-то образом пережить своего злейшего врага. Удастся ли Маккензи вернуть контейнер, продолжить поиски, контейнер, поиски Астрид и спасти невинных людей, попавших в эту смертельную схватку? Начать! Поехали! Так, значит, выбираем выживший новичок. Для новичков, которым интересен ведомчивое исследование мира и сюжет, низкие уровень сложности, дикие звери могут нападать, но ведут себя не агрессивно. В этом режиме более сложно, матерый выживальщик способен. Возьмем новичка, потому что я и так тот еще. Назвите историю. Ну, будем банальными. История Ниламопа. Принятие. Поехали. Смотрим. Думаешь, меня посадили в этот автобус за хорошее поведение? Этот автобус в черный камень. Черный камень? Ну, ты знаешь, федеральная тюрьма, черный камень. Туда сажают худших из худших. Тех, кто не достоин жить на материке. Помню я этого заключенного, помню. Алло, алло, это неоступные мельницы? У вас есть доктор? Нужен врач, врач, медицинская помощь или что-нибудь. Ты должен доставить мое сообщение. Сделай это за меня. Оно важное. Спроси Эдвуд. Эдвуд, понял. Это охотник на медведей, кстати, по-моему, уже был. Что за сообщение? Винтермуд. Только и всего. Эдвуд поймет. Какой-то шифр или пароль? Ох. Это когда он там этот кейс нашел, его бахнули по башке, там как-то я помню, помню. Что в чемодане? Понятия не имею. Показать тебе, что бывает с теми, кто мне врет? После того, как я закончил, она выглядела этим что-то... Она? Не волнуйся, пилот, вы с ней скоро встретитесь. Бам! И вырубил меня. У-у-у-у-у-у-у-у. В общем, в общем. Напомнили нам, что было в прошлой, в третьей части. Как там, что там, что за что хваталось. Как, что происходило. Идет загружка. Так, ну если вы хотели бы посмотреть, как я прохожу, ссылку в описании на плейлист я оставляю, как я проходил первый, второй, третий. Зачем мы должны тащить этого говнюка? Он слишком тяжелый. Меня тут оттянут. Хиллер, заткнись. Мэттис приказал тащить ублюдка. Вот мы и тащим. Они приближаются. Лучше о том, что случилось с Леклером, Леклером, Эпсичным. Не верь всему, что говорят, кретин. Кто они, волки? Вачон, стрела в груди, мужик. Прямо бы, волки так не делают. Да ладно, волки не стреляют из локал. Неужели ты сам догадался? Да иди ты. Вачон какой-то. За нами кто-то охотится. Это точно не волки. Кто это может, Астрик? Сбежал. Мэттис с этим разберется. У меня хорошо руки так сказали. Да что мы вообще здесь забыли? Мышкой я не могу крутить. Я кручу мышкой, ничего не происходит. Не забывай про план. Сначала вытащим Донера. Донер, черт, ну ты. Люда, бред, собачий. Черт, он начнулся. О, тюремчики эти, да? Мороны. Во, воды. Эй, 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 Мэттис. Он пришел в себя. Без шапки не холодно тебе? Товарищ, что написано? Товарищ, этот самый, тюремный. Так, 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 живой, значит. Ну и улыбка у вас. Это не твоя заслуга. А у тебя крепкая башка, пилот. Мэттис. Я говорю тебе, что я упертый. Маккензи, Маккензи отвечает ему. Женщина? О, от апартуры ты ее спрашивал на дамбе? Да. Она еще там. Теперь ей спешить некуда. Ах ты, облюдок. Расслабься, Маккензи. Ты с ней даже не знаком. Откуда ты так? Она старушка, которая заблудилась. Забрела на дамбу, пока я там отсиживал. Видела меня, начала кричать. У него глаз один красный. Гляньте, пришлось ее заткнуть. И улыбочка такая. Чудовище. Ха-ха, ты даже не представляешь, какое. А почему ты за нее так переживаешь? Это, это, это не важно. Does it matter? Может, причина вот в этом? Фрэнджили. Вискор. Я уже говорил, я даже не знаю, что это. Ну-ну-ну, хорошо, пилот. Мы все равно вскроем замок. Уже скоро. И тогда мы оба узнаем, что внутри. Там, по-моему, какие-то лекарства были, да? Я их уже не помню. Ах, да, Маккензи. Герьмо выглядишь. Ха-ха, you look like shit, говори. Черт, Матис, сколько еще мы будем нести этого бугая? Завали уже хлебала. Этот бугай может стать нашим билетом, так что неси его. И завали хлебала. Shit the fuck up. Прикольно. Shit the fuck up. Они нас нашли. Какого черта? О, волк напал. О, опять волк напал. Офигеть. А меня волки тоже сейчас... Мой гроб. Черт, мне нужна пушка. А я как... Подходите и получите облюдки. На. О, какие здоровенные волки. Их трое. Три волка напало. Нужно идти. Опа. Это мой шанс, чтобы сбежать, да? Ауч. Эй, ау. Я себе... Мне так холодно стало и больно за него. За твоего Маккензи. Так, ну как ты найти... Где пилот? Прячься, прячься, прячься. Они не должны найти меня. Надо освободить руки. Надо какую-то острую ветку. Так. Они не должны меня найти. Подожди, может как-то об это? Ты сам себя услышал? Так холодно. У меня мало ХП. Я-то уже играю, кстати. Не вижу его. Хорошо, меня не видит Мэтис. Мэтис. Мэтис меня... Не вижу его. Входим. Холодает. Согласен. Все холоднее и холоднее становится. И ХП-шка, по-моему, у меня падает. Сперва найдем его. Он какой-то пещерный... А может он в огне вряд ли... Огнем мы вряд ли ее перережем. Пока его не вижу. Отлично. Меня не видят. Входим. А шифтом? О, я могу бежать. Чуть-чуть. Ускоримся. Может согреемся. Долго довольно. Ветки. Тут повсюду волки. Меня не должны видеть. Ладно. Я... Я задышался. Чуть остановлюсь. Боже, куда он делся? Найдите его. Не то пожалеете. Немножко отдохну, кстати. Оп-оп-оп-оп-оп. Перебежечку. Так. На корточках левой контур вы можете проползти под низкими препятствиями. Ну вот. Поползли. Ползем. 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 Все. Встаем. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Боже. Такой долгий, долгий, долгий проход. Долгий проход. Долгий. Тихо. Что происходит? Нашли его следы. Карабкаемся. Он всего лишь в одной кофте. Нет ничего. Но эти проклятые волки. Где они? Они тут рядом где-то ходят? Вот он. Присядь. Мне нужно покурить. Слушайте, а бычок? Плевать на волку. Надо быстрее его найти. К черту пускай бежит. Волк не дадут ему далеко уйти. Послушай, кретин. Мэти сказал, что пилот наш билет с этого проклятого острова. Разве ты не хочешь вернуться на материк? Гиллер, ты же видел ту стрелу, мужик. Стрелу. Надо найти этого парня, пока Мэти опять не взбесился. Хиллер. Ты знаешь, какой он в гневе? Пошли. Не хочу выбирать между Мэтисом и волками. Не нравится мне это место. О, сигаретка. Можно попробовать ее поджечь? Как-то, может быть, прожечь? Ну, вряд ли. Не получится прожечь сигаретой веревку? Нет, это глупость. Мне нельзя останавливаться. Я попытался... Вау. Журнал. Действие лагеря. Журнал. Так, Маккензи использует свой шанс бежать. Бежать от этого. Люди. Знак вопроса. Люди. Знак вопроса. Места. Места. Оп, оп, оп. Выбрать. Люди. Места. Выбрать. Предметы. Выбрать. Шиповники. Знак вопроса. Все, идем отсюда. Идем, 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 идем. А зато я хорошо отдохнул. Так, ветки. Большие, большие ветки. Не говори, мне какой-то обрыв сейчас будет. Не. Есть пусто. Норм, норм. Костер. Костер. У меня все-таки есть возможность его где-то разжечь. Ой-ой-ой, тут какой-то обрыв. Нехороший. Так, все нормально пока что. Главное, чтобы мы не встретили каких-то нехороших зверей. Под названием волки. Или медведя еще не хватало. Немножко даже ускоряюсь. Сохранение. Так. Кажется, сейчас будет попа-бобо. Попа-боль. Попа-боль. Или лед здесь пустит. Или что происходит. Куда мне идти? Можно пробовать наверху залезть. Пробуем. Туда не надо было. Значит, в эту сторону идем. Почему было сохранение? Устал, Маккензи. Так, восстанавливаем. Восстанавливаемся. Маккензи, давай, дружище. Идем, идем, идем. Он должен найти какую-то пещеру. И найти какой-то... Какой-то... О, ветки. Домик. Это какое-то жилище старое. Ягоды. Пила совсем ржавая. Но с этой веревкой должна справиться. О, давай. Чик. Давай. Ай-яй-яй. Только руки не поцарапай такой пилой. Так можно руки повредить сильно. Все, теперь хотя бы руки свободны. Я вижу шиповник с правой стороны. С правой стороны шиповник. Обожаем, обожаем. Или что, это шиповник? Плоды шиповника. Чик. Собираем. Опа. Шиповник. Конечно, берем. Пила. Выручила. Кто-то тут даже понарисовал какие-то рисуночки, пока лякал-малякал. Так, что в этом домике? Ну, ничего. Но тут всего лишь какая-то старая... Записка, письмо. Прочесть текст, пробел. Так, письмо. Думаю о том, как ты тут один. Ты бросил нас. А что тебе это дало? Что-то особенное и ради чего? Ради черного камня мы так долго ждали папа. Думал ли ты о нас в конце концов? Я рада, что проделала этот путь хотя бы ради того, чтобы увидеть, каково это жить в таком незащищенном месте. Я присела на минуту в надежде услышать твой голос, но слышала лишь твой волкал с любовью Бонни. Чья это записка? Какой-то Бонни. Какому-то папе. Ладно, мы теперь хотя бы с руками освобожденными. Это уже нас немножечко... Немножечко... Немножечко как бы воодушевляет, да? О! Я помню такие вот штуки. По ним надо залазить наверх. О! Еще ягоды. Кушайте шиповник. Мы, наверное, должны его набрать. Побольше. Собрано. Восемь. Мы будем из него попозже себе чай, может, какой-то варить? Надо, наверное, это дело сформить. Не упускать такие моменты. Ну, как красиво растет. И он такой... Вы понимаете, насколько тут холодно? И как он тут хорошо растет, этот шиповник? А тут нельзя. А тут можно забраться. Вот только здесь холодрыга сильная. И шиповник... Шиповник вот вырастает в таких условиях. Это же удивительно. Удивительно. Такая вот ягода классная. Забраться. Шиповник. Соберем. 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 Возможности. Надо не пропускать эти штуки. Как тут залезть выше? И зачем я сюда закарабкался? Есть тут дальше... О! Есть, 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 есть. Забраться. А ну-ка. Давай, Маккенди, мы тебе верим. Ползи. 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 Давай, давай, давай. Оп! О! Черт! Кто это? Блин! Я думал, ты кто-то хороший. Вырубили меня. Нашли все же. Вот и пригодился твой металлический контейнер. Мы с тобой еще не закончили, пилот. Далеко не уходи. Вот блин. Ай, блин. Нашли меня все же. Ну ладно. Сохранение. Хорошо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Глава первая. Тоска черного камня. Ну, типа, глава первой четвертой главы имеется в виду, да? Разделено, я так понимаю. Так, мы в тюрьме. Судя по всему. Туалет, какие-то палочки зачеркнутые. В тюрьме мы. Так. Так, так, так. Шиповник отобрали? Шиповник. Мой шиповник. Интересно. Остался он у меня где-то в кармане? Ой. Досталась Маккензи, конечно. У него даже ничего не видит. У него расфокусировка зрения. Эй, ты! Ты очнулся? Кто это меня зовет? Эй, я слышу, как ты там водишься. Подойди к окну. Подкну? Надо поговорить. Кто там? Встань на унитаз, чтобы дотянуться до окна. Подожди. Книжка. Кровать. Раковина. Встать на него. Ти-ти-ти-ти. Кто там? Опа. Какой-то мужик. Ну, здравствуй. И добро пожаловать в этот странный цирк. Кто? Ладно, кто ты? К сожалению, я тут главный. Что-то не похоже, что ты главный. Да, обычно я нахожусь по другую сторону решетки. А, это начальник тюрьмы? Меня зовут Франклин. Я начальник тюрьмы Черный Камень. А ты кто? Маккензи. Франклин, что тут происходит? Ситуация такая. Мы с тобой сидим под замком. Мэттис и его бандюки пытаются кое-кого вытащить из одной камеры. Мы живы пока что, значит, мы им зачем-то нужны. Электричества нет уже несколько дней, и помощь вряд ли придет. Похоже на то. Мэттис, Черный Камень. Ну, давай Мэттис. Итак, Мэттис, ты его знаешь? Мэттис. О, да. И очень давно. Его осудили за убийство на материке лет 10 назад. Отсидел 7 и вышел по УДО. Тогда я был начальником одной из федеральных тюрем. Скажем так, Мэттис не горит желанием присылать мне открытки на Рождество. Есть идеи, что он здесь делает? К сожалению, нет. А, да, он пришел за Дон... Доннером. Доннер? Это еще кто? Его сын. Чувак, прямо семейное... Воседини... Воседини... Воседини уродов. Мэттис бандит, но бандит со старой школы. Убийства, кражи, угоны и ограбления. А вот Доннер, он очень похож на отца, но это еще не все. Понял. Он плохой человек. Он закрыт в черном зам... Камне, понимаешь, о чем? Смотри, Мэттис плохой человек, но Доннер еще хуже. Так. За эти годы я много преступников повидал, но Доннер... Из-за таких людей, начальники тюрьм, и не спят по ночам. Он прогнил изнутри. Именно для таких и строят тюрьмы типа черного камня. Таких, как Доннер, уже не исправить. Они здесь не для перевоспитания. Их просто нельзя возвращать в обычное общество. Они хотят уничтожить мир, в котором мы с тобой живем. Уже если Мэттис плохой, то Доннер — настоящее зло. Черный камень. Это тюрьма какая-то жесткая. Черный камень, значит... Blackrock? Да. Тюрьма строгого режима. Простроено сотню лет назад, пару раз ремонтировали. Настоящая крепость. Выход есть. Видел стены на пути сюда. Я был... Нет. В общем, стены не такие высокие и не особо впечатляют. Знаешь почему? Понятия не имею. Потому что любой безмозглый сукин сын, который надумает сбежать, будет приближаться через 50 километров. Который живет кучу опасных зверей, так что удачи нахи дорогу, которая ведет отсюда. Короче, она очень... И все сюда... И все сюда как-то попали. Да, но выбраться-то... Как? Лет 20 назад сбежали двое заключенных. Они вернулись через три дня полумертвые. Умоляли взять их обратно. Это была середина лета. Я тебя... То есть, самый легкий период, типа, да? Середина лета. Доннер еще про этого узнаем. Еще что-то. Понял. Он очень плохой человек. Мэттис пришел сюда его вытащить. Напомню, почему нас еще не убили. Ну, тут целая история. Пару недель назад вырубило электричество. Запасные генераторы какое-то время одержались, но потом заключенные вырвались и смяли охранников. Они взяли ключи от камер-одиночки, пошли за донором, и на этом все и закончилось. Но они не смогли открыть дверь в камеру. Что-то ее удерживает, и это сильно бесит Мэттиса. Это стало плохой новостью для нас. С тех пор, как меня заперли здесь, я не видел ни одного охранника. Я опасаюсь худшего. А теперь, когда еще Мэттис здесь... Под замком. Но если электричества нет, почему двери до сих пор закрыты? На них установлена механическая защита. Напоминаю, тюрьма очень старая. Хотя это все равно не объясняет, почему донор еще сидит в заперти. Что ты имеешь в виду? Ну, по моим прикидкам, он уже должен был освободить его. Должны были его освободить, но что-то или кто-то им мешает. Хочешь сказать, тут есть кто-то еще? Именно, это я и хочу сказать. Но кто? Я не знаю. Но из-за всего этого Мэттис злой как черт, так что поводов хоть для малейшей радости у меня нет. Черт, они идут, возвращайся на койку! Франклин меня предупредил. Хорошо, я на койке, я на койке. О, пришел Мэттис. Так, ну как... Ну и рожа у него. Ну что, пилот, ты вернулся в мир живых? Пока что. Да, но от тебя... У меня уже голова болит. От одного взгляда на тебя хочется... Убивать людей. А че ж я... Почему моему взгляду? Эй, начальник, кажется, у нас небольшая проблема. Я все никак не могу попасть в одиночку, ты не знаешь почему? Я же говорил тебе, в тюрьме есть какая-то система блокировки. Она включилась еще до твоего прихода. Донор просто... Бау! Даже не смей преследить его имя. Начальник тюрьмы кашляет кровью. Я ничего об этом не знаю. Парни говорят, что кто-то ковыряется в системе. Они говорят, что стало еще хуже. Каждый раз, когда им почти удается открыть замок, перед ними встает новое препятствие. Разве не ты был здесь? Я был, да. И ты говоришь мне, что понятия не имеешь, как тут все работает? В этом-то и дело. Сейчас все работает не так, как должно. Бред собачий, не трать мое время. На. И так, свое тоже. Я тебя останусь, если ты не откроешь. У тебя его не останется, если не откроешь мне эту дверь. Мэтис, я ничего не знаю. Дай-ка я освежу тебе память. Бау. Блин, что ее же там убьет? Не показывает. Ай, что... Ай, боже. Эй, 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 Эй! Может, не так сильно? Слушай, он может пригодиться, чтобы вытащить... Его! паршиво выглядит и перестарался он тут он псих настоящий приведите его в порядок приведите в порядок ничего волшебники как они его приведут порядок так я на койке сижу как ничего не бывало идет такой дерзкий вот черт он совсем плохо а мэкис стал неуправляемым за донор он почти с катушек слетел почти после крушения автобуса он сам не свой будто зверь в клетке она что вообще что он вообще рассчитывал помнишь манреаль да я не про это тупой кретин помнишь как мэти сбежал о да меня уже там не было только слышал в общих чертах вот-вот приводи начальника в порядок пока я буду рассказывать короче план был очень хорош мэти его месяцами продумывал и у каждого была своя роль все было как чертовом кино итак мы разбираемся и начинаем видеть там мы выходим главным ворота и ох и шуму вокруг настоящий хаос а водила который должен был нас подобрать опаздывает да ладно прохладно короче водила подъезжает только минуты через две стены всю доревут тюремные охранники идут за нами ощущение что нас вот-вот схватят все почти конец мы кричим мэти су мол давай мужик пора валить отсюда но мэти просто стоит и сверлил глазами водилу смотрим как удав на кролика смотрит водила в ужасе мэти с подходит к фургону медленно мы все запрыгиваем туда и кричим мол залезаем и мы видим как в нашу сторону бегут чертовы охранники все от нас надо уносить ноги мэти с он вытаскивает водилу из фургона поворачивается к нам смотрит на нас безумными глазами и говорит уезжайте спокойным но грозным тоном а затем начинает выбивать дерьмо из этого водилы ого я знал что монреале все было плохо но чтобы настолько в общем мы-то уехали а вот мэти с копы только в пятером смогли оттащить его задержка водила его волновалась сильнее чем что-то его слова чем его снова схватит чертов псих мэти не из терпеливых он очень не любит когда план срывается он не любил когда его подводят а сейчас накрывается его план вытащить донора это лишь вопрос времени когда он щелкнет пальцем психонет как монреале он плохо выглядит а что будем делать если он умрет и нам уже будет хуже спрашивать будут сна нужно как-то его заштопать ну на пути сюда я видел какую-то больницу грей ништяк гони туда за припасами но факт асдва разве не слышал как там полно волков не будь дураком сходи сам туда иди почему это я всегда все делаю а пошел искать лекарства когда он пропал но я туда ни за что не вернусь я это сделаю слышал что я это сделаю вас и меня я добуду припасы мы не с тобой разговариваем ли пилот сиди тихо и молись чтобы мэттис не перевел свое внимание на тебя если он умрет кара падет на вас вам оно надо кара падет кто так вообще говорит уже сюда пилот может закроешь варежку разве вам есть что терять я схожу туда на меня нападут волки невелика потеря верно погоди мужик это плохая идея у мэттиса есть на него планы заткнись ладно ты прав ты уже наверняка успел там освоиться думаю пора волков для тебя уже не проблема мы тебя выпускаем ты приносишь припасы начальник оживает возможно мы даже не не дадим мэттису сожрать тебя с потрохами в следующий раз понятна вы меня выпускаете я добываю припас начальник живет а видишь он быстро учится и все исправишь пилот только не облажайся мне тут свободу идет загрузка за припасами меня какую-то больничку отправили но я так понимаю так просто мэти припасов там нет нам так просто их не дадут ну что у нас полчаса наверно чтобы сейчас посмотрим еще сохранение какое-то там будет и будем понемножку закругляться на первой серии прикольно интересно шевелись пилот у начальника не так много времени если ты думаешь бежать не забывай что твой ценный чемодан у нас так а мне хоть какую-то дали одежку ох суровый смертельный мороз как же мне тебя там не хватало у меня снизу уже есть все мои показатели повыше добритесь до лазарета и войдите внутрь буква м буква ай вот знаки что отнать отыщите лекарства для начальника тюрьмы пролог тоска узнайте все что можете о тюрьме черный камень лекарства журнальчик так донор заключенный из одной камеры сын мэттиса для таких как он из строя тюрьмы вроде черного камня даже после разрухи донор предпочитает жить по законам далеким от принятых в обществе и мэттис не становится ни перед чем чтобы выпустить в мир его злобную неисправную натуру и начнет он с острова великого медведя франклин начальник тюрьмы черный камень управляющий чем надзиратель никто никто не знает мрачную историю тюрьмы лучше чем он но франклин четко знает свою роль на острове великого медведя черный камень под его надзор отправляли худших из худших если что-то случилось то отвечать будет он мэттис заключенный преступник с грандиозными представлениями о своем месте в мире мэттису есть что сказать он но доносить свои мысли он предпочитает кулаками даже в ущерб себе если кто-то с ним спорит или подводит его мэттис любит строить из себя лидера но только перед трусами или теми кто не проследовать за злобным ублюдком как он каким он сам является так письмо это который мы читали до письмо думаю что он так-то так бонни которая писала так что там еще ягоды меня о мои ягоды 48 слушайте одежка какая-то есть припасы одежка какая-то присутствует на мне хорошо люди места предметы ладненько что-то с этими машинами обычно их можно было вскрывать и помню багажник не нужен глаз дойдет чтобы его вскрыть открываем капот мы можем зайти внутрь сеть транспортное средство тут уже что-то поискать отыскать отыскать опа поношенная бейсбольная копка помню что можно было тут пардачки открывать такие все более что тут ничего не найдем высадка из транспортного средства садим в это транспортное средство опа возьмем тут можно болтать машины как судя по всему так подачки пустыли так две машины открыть капот открыть капот задние пока нельзя открыть но эти машины наверняка мне ухты какой-то вагончик 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 тут теплее немножко немножко теплее багажник не получится вскрыть съесть транспортное это за газета возьми возьмем это разжигать можно будет ее чем-то а костер что-то бардачок радио не включается тут наверно в этих вот верхних частях вообще ничего никогда в жизни не бывает и сколько раз не проверяю ни разу ничего не находил открыть капот а зачем мне капота я постоянно открывать непонятно там видит постоянно пусто может в этом есть какой-то смысл так тут посмотрим тоже обычным тачки все уже четыре штуки тут пусто и здесь пусто и здесь пусто нет тут ничего ладно значит что ребята первый видеоролик по обновлению мы с вами записали камень не знаете чего их собираю но наверное не пригодятся сохраняюсь и встретимся с вами в следующем видеоролике перезаписать выбрать принять сохранение все всем пока увидимся скоро